сейчас я в москве пол седьмого утра сейчас собираюсь выезжать новосибирск за этот день наступила зима я ставил машину в грязь а сейчас уже буду из снега выезжать надеюсь не забуксую нигде сейчас поеду встречу с попутчиками не здесь наверно не забуксую сейчас я выдумываю пишет прокол шины да нет вроде нормально обманул что ли тачка обманула написано что-то прошу на я переводчик бюл написано прокол шины да бушные конечно за 3000 какие новые новое колесо 1 стоит вся моя поездка да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а пока человек работает, немного проясню ситуацию. ДПС первый раз остановили во Владимирской области спустя две с лишним тысячи километров. Остановили затонированное лобовое стекло. Я без проблем оплатил штраф прямо на месте, 250 рублей. Причем затонировку штрафовать могут в день по нескольку раз. Но это не проблема. Дальше стало гораздо интереснее. Инспектор узнал, что предыдущий владелец еще более полгода назад снял автомобиль с регистрации. Соответственно, спецпродукция, свидетельство о регистрации и госномера в розыске подлежат изъятию. Чем, собственно, сейчас инспектор и занимается. На посту заверили, что без госномеров и свидетельства я без проблем доберусь к месту регистрации и получу уже новосибирские номера. Но это оказалось не совсем так. И у следующих инспекторов, с которыми я общался, были на этот счет совершенно разные мнения. Да, и посмотрите, какой документ мне выдали взамен на свидетельство о регистрации и госномера. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом документе. Я прекрасно понимаю, что нарушение было. Естественно, не собираюсь протестовать, что-то оспаривать. Просто каждый последующий экипаж ДПС по-разному реагировал на этот документ. Все это, естественно, я потом покажу. А сейчас хотелось бы обсудить с вами, что вы думаете на этот счет. Ах, да, и то, что регистрация снята, Коля мне говорил. Так что для меня это не было сюрпризом, чтобы вы понимали. Да, значит, мы просто выдавали с нами. А ломать я тоже не хочу машину. Я говорю вам, машину ломать. Смять, наверное, на разбейте капот. Да, я снимаю. У меня нет инструмента. Какая-нибудь смять, он слез в нашу пещеру. У меня руки на английском, которые я перейду. Я вам даю инструмент. Так он не подходит, это отвертый, обычно. Если вы, все, я не подходит. Я вот тот звук снять, я вам снял. Здесь я не могу снять, если у меня нет с собой этих звездочек. А, и знать будем, что он будет. До трех часов имеем право, а дальше не будет. Короче, на трассе пробка. Фуру он развернуло. Не так далеко от нас. Я не знаю, может мы на легковой вообще проскочим сейчас. Вот, но говорят, типа, это надолго. На дороге просто католка. Тут просто коньки можно одевать и ехать. Коршунь. Сейчас проверим. Проехали полчаса всего. И опять встали. Головьет, аварии, заторы. Просто печально. Каишники номер так и не смогли открутить. Оставили мне его в подарок. Вместо этого отлобил-то он и написал мне, получается, какое-то постановление, что если я через 10 дней тонировку не сниму, то меня посадят. На 15 суток. Вон там на горизонт пробка уходит. Пока стоим в пробке, проверю масло. Можно, наверное, долить. Сейчас сюда налью. Вот это у меня без подходов. Штуковина. Она трет, наверное, об колесо. Оторвать ее нафиг вообще? Люди ходят назад уже уехать по обочине. Куда-то спастись из этой пробки. Сколько мы простояли? Два часа, наверное, да? Или три? Больше трех? Больше трех. Больше трех. Слушай, а что такое по-английски how are you? Ругается что-то. Здесь front-flat индикатор. Ну, у нас не run-flat. Здесь душевская. Да, вот в таких условиях приходится работать, да? Едешь сейчас 80 км в час и понимаешь, что тормоз смысла нет нажимать вообще никакого. Там каток прям. Поэтому такая дистанция огромная. Ну, и особо никто и не обгоняет, да? Мы уже около 10 часов в пути. Проехали всего 380 км вот сейчас на подъезде к Нижнему Новгороду. Дело движется очень медленно. И боюсь, что по своему графику за три дня я не успею до Новосиба добраться отсюда. Ну, ничего, посмотрим. Очень скользко. Ну, реально очень скользко. Чуть-чуть газу больше нажмешь, машина начинает боком ехать. Приходится ехать очень аккуратно. Газ очень нежно нажимать. Надеюсь, все будет отлично. Как-то вправо стало сильнее. Смотреть колеса. Сюда остановиться даже негде. Так. Слева целый. Да. Спущенное колесо. Переднее, правое. Блин. А там что? Заправка? Нам бы монтажечку сейчас. Вот и приехали. Колесо пробил. Домкрата нет. Хер знает, что делать. Сейчас буду смотреть, сейчас запаска какая-то есть. Если есть, то какая. По-хорошему сейчас бы вообще, если шиномонтажка оказалась бы близко. Сейчас загуглю сначала. Вот. И от этого будем отталкиваться. Ой, блин. Жопа. Надо сейчас загуглить, посмотреть. Интернет еще ловит. Еще дорога-то плохая не началась. Уже все, колесо пробито одно. Сейчас посмотрим, сколько километров на монтажке ближайших. Пять километров, блин. Была бы резина Run Flat, можно было бы вообще без проблем доехать. Как думаешь, зателепаем или пипец придет в покрышки? Мы неизвестно, сколько еще проехали на ней. Едем на спущенной покрышке. Пять километров до шиномонтажки решили ехать, потому что там крата нет. Но есть запасная шина, если это сейчас совсем умрет за пять километров. Время позднее. Особо сейчас не знаю, где там крат искать на трассе. Хорошо, пять километров, а не пятьдесят. Нормально, говорю. Нормально? Все, можно обжаривать. Да, спасибо. Вжариваю. Что-то мне весело, блин. Чуть-чуть длинее не возьми, чтобы порогнее дорога. Там машины еще остались? Да. Чуть-чуть, шины остались чуть-чуть. Да, шины есть там, спасибо. Ни в сметку, ничего такого нету. Ну что, может, туда в Саракульник поедем? Тридцать хотел. Ну, давай. Ты меня прям это... Хорошо, что я не видел тебя там. Да там ничего такого особенного. Как мило, так и струно. Перегонщик 80-го уровня. Ну что там? Ничего, ничего. Отрезано вот так. Так, есть, да? А я, получается, еду-то на чем? Как это все? Вот так, да? Плотненько. Все, едем дальше. Все четко. Вот такая бэка. Припорошенная. Просто мощная. Просто послушайте на вот это. Как вам этот звук? Это вот не равномерно едет, да? Бам-бам-бам-бам. Это нормально вообще? О, вот он, оазис наш. Спасительный оазис. Друзовой сервис. Надеюсь, у них найдется домкрат под эту машину. Конечно. Так, что у нас есть? Здесь вот такое колесо. Да, оно широкое. 275 на 45. Поменьше, да, он? Да, кратера не засунула. Так, ну и что, в итоге-то какого размера оно? Оно вообще накачано? Да, накачано. А, так оно такое же. Такое. Ага. Назад-ка, вот так вот. Не знаю, мне вот три дня назад в Питере одевали эти колеса. Вроде нормально будет все. Может обычным баллоником попробовать? Провода, что-то... Да, да, что-то... там это не расплавится эмблема значок для не расплавится должен быть пластик что не идет на дворе глубокая ночь уже минут 40 мастер не может открутить колесо нам уже начали намекать где в казани есть хорошие автосервисы колесо у нас прожевано естественно наехать на нем невозможно никаких сервисах нет и речи в общем тут же стали сгущаться над нами но тут неожиданно появился он второй мастер который просто на изи за 10 секунд взял и открутил этот болт к сожалению я тогда забыл сказать ему отдельное спасибо говорю это сейчас это на 16 до было Четвёртый час утра. Что-то мне подсказывает, что тот первый мастер, какой-то рукожоп, мне надо. Я тоже хотел этот сверочек. Хорошо проснулся ещё один. Так, габулент, сейчас он там самый старший, кажется. О, может здесь это, может здесь и переночевать. Отель. Бухвора. Что, пойдёмте на разведку? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok